Приветствую вас, я думаю, что в общем и целом я не согласен со своими коллегами, которые говорят, что дружбу нельзя сохранить, вот, да, это, конечно, будет нелегко, но, в принципе, вполне возможно, вполне возможно, значит, но для этого требуется, конечно, определенные усилия ваши, и эти усилия, они в первую очередь касаются того, как вы будете вести себя, значит, с другом, что именно вы будете делать с ним. Ключевая ваша позиция такая, что я ему говорила, да, говорила я ему грубо, говорила я ему не грубо, все равно, да, значит, он меня не слушает, да, и все равно, соответственно, говорит о своих чувствах. Ну, во-первых, если говорить именно про то, как себя вести, то ситуация здесь складывается такая, что именно вести вам себя, нужно так, что не реагировать вообще на любые его чувства, проявления чувств, то есть вообще на любые проявления его чувств, не реагировать абсолютно, понимаете? Просто игнорировать его. Если вы не будете этого делать, то есть если вы будете его пытаться переубедить как-то, если вы будете стремиться к тому, чтобы доказать ему что-то, ну, например, например, вы будете пытаться ему доказать, что у вас нет его чувства, то он же будет воспринимать как, ну, может быть, своего рода игру или что-то еще в этом роде, вот. То есть, по сути, ничего не получится, вот. А вы же хотите все-таки именно, чтобы у вас получилось, да, чтобы у вас получилось именно дать понять мужчине, что вы не сможете, не сможете быть ему девочкой. Ну, а для этого нужно это именно эмоционально показывать. То есть, вы делаете это, вы это делаете слишком эмоционально, понимаете? И поэтому у вас ничего не получается, потому что друг не верит вам. вот. Понятно, что он верит тому, чему хочет верить, вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, игнорировать все то, что не идет в разрез, точнее, идет в разрез с приемлемым для вас поведением человека. Все это нужно игнорировать, абсолютно все. Все. Все это нужно игнорировать. Вот. Другу можно один раз сказать, да, сказать, что если ты хочешь, например, быть со мной, ну, если ты хочешь быть со мной в отношениях, то, соответственно, ты не будешь разговаривать, да, о вот этих вот моментах, да, то ты не будешь говорить о чувствах, потому что, ну, я к тебе не испытываю ничего такого, вот, если ты хочешь быть со мной, да. Ну, соответственно, один раз вы это другу сказали, и после этого просто не обращайте внимания на то, что он говорит там о своих чувствах. Если вас это как-то раздражает, именно раздражает, если вас раздражает, то тогда, конечно, имеет смысл подумать, подумать о том, что именно раздражает и почему, вот. Но если вы действительно ничего не чувствуете к нему, да, то мне кажется, что вот ключевой момент здесь именно такой. То, что нужно сделать. Это вот именно игнорировать. Только игнором вы сможете помочь ему понять, что, значит, действительно невозможно, невозможно, между вами невозможно что-то, кроме дружбы сейчас, на данный момент. Вот. Я не считаю, что мужчина обязательно будет, будет портить вам жизнь, вот. Я не думаю, что человек обязательно будет вам вредить, вот. То есть это, конечно, возможно, но я не думаю. Так. Вот. В любом случае нужно дать ему шанс, тем более, если вы им дорожите. понимаете? Но. Понимаете, какая история. Если, если вы дружите, вот вы пишете, что вы дружите с ним. Понимаете? Дружба, это то, что делают два человека, а не один. И, соответственно, соответственно, если вы дружите с человеком, то очень важно, чтобы он с вами дружил. Если ваш молодой человек с вами не дружит, ну, я не знаю, может, можно ли это считать дружбой. На мой взгляд, нельзя. Потому что, если вы дружите с ним, то что вы делаете, вы делаете это для себя, а не делаете это для него. А вы делаете это, потому что так нужно вам. Вот. И мне кажется, что это далеко не самый лучший расклад. Если у вас есть какие-то желания свои, вот, то их, эти желания, ну, когда нужно реализовывать несколько лучше, чем то, что вы делаете сейчас. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. Потому что, ну, потому что он, иначе это не дружба, а просто использование человека. Вот. Понимаете? Понимаете? А использование любого человека, это негативно для вас. Ну, будет. Вот. 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 Поэтому, друг ли вам мужчина? Реально? Это, вот, мне кажется, большой вопрос. Вот, мне кажется, что вы немного спутаете здесь дружбу. Мне так кажется. Вот. Поэтому, если вы нуждаетесь в нём, если вы нуждаетесь в друге, то я рекомендую подумать о том, в чём именно вы нуждаетесь, конкретно. Вот. И как ещё вы можете это получить? Да? Вот. Ну, если не от него. И что бы вы хотели реально сделать для него, для друга, для этого? То есть, вот вы говорите, что дружите. Что именно для него вы хотели бы сделать? Вот. Мне кажется, это тоже важно. Потому что, если вам для него делать ничего не хочется вообще, например, то, а имеет ли тогда смысл дружить? Вот вы говорите, что не хотите терять друга. То есть, вы не хотите терять друга. А если он страдает, например, если ему тяжело, например, если ему плохо, например. тогда что? 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 Вот. Что делать? В этом случае. Понимаете? И мне думается, что это очень, очень важно для понимания вашего в первую очередь. Если вы понимаете, то есть у меня есть сомнения относительно того, как вы воспринимаете этого человека. Дальше. Ага, вот здесь вот. Ага. Все было отлично, но он говорит, что я ему нравлюсь. Ругается, что Динамо. Так вы же ему ничего не должны, правильно? И, соответственно, никакого, никакого Динамо нет. А он ругается, то есть он предъявляет претензии к вам. Да? Это говорит о чём? О том, что человек уже чего-то требует от вас, чего-то хочет от вас, а почему он чего-то требует, почему он чего-то хочет. Да? Вот. Вот. Не хочу обидеть, быть очень грубым. Тереть друга тоже не хочу. Ну вот понимаете, об этом я говорил, да, что вам нужно определить, почему вы не хотите терять друга. То есть насколько и в чём вы в нём нуждаетесь. Вот. Мне кажется, качество это важно. Очень. Это очень важно. Мне кажется. Дальше, значит, терпеть это уже не в силах. Понимаете, если вы терпите, ну вот, если вы терпите, ну, то, что с вами происходило, происходит, происходило, вот, что я думаю, что у этого есть причина своей, причина, которым вы терпите. И мне кажется, что эти причины, они нуждаются в прояснении. Чтобы вы сами были более свободны в своём поведении и выборе его поведения, в смысле. Потому что сейчас, на данный момент, вы не свободны. У вас есть нужда. И это заставляет вас терпеть. А подруга посоветовала вести себя так, чтобы разомравиться ему, чтобы я не делал, ничего не работал. Что именно, как именно вести себя, чтобы разомравиться ему. Вы думаете, что человек настолько глуп, чтобы не понимать, что вы будете специально вести себя так, чтобы ему не нравится. Кроме того, человек, он, очевидно, идеализирует вас, и ему всё равно, что вы делаете. Он идеализирует вас, он видит только определённую картинку, да, определённый образ, и ему вообще без разницы. Ему без разницы, что вы делаете. Вот. Поэтому ваша подруга, она, ну, я понимаю, хочет помочь, но в данном случае она ничего не может сделать. Вот. Интересно другое. Почему вы, ну, к подруге обратились? Именно вы почему обратились к ней? То есть вы часто в своей личной жизни обращаетесь к, ну, вот, вот, к третьим лицам. Вот. И как часто вы слушаете людей? Ну, именно, вот, именно, вот, по поводу личной жизни своей. Вот тут, вот, я думаю, что вы зависимы, ну, зависимы просто от человека. Я не знаю, если вы ничего не чувствуете, но при этом не хотите для друга, то здесь такой момент, либо вы не очень хорошо понимаете, что чувствуете, вот, либо вы не желаете признаться, что вы чувствуете что-то к другу. Ну, может быть, боитесь близости или что-то еще, тем более, что вы говорите, что не готовы к отношениям, значит, у вас, может быть, травма была, расставание какое-то, тяжелое. Вот. Тут тоже нужно разбираться. Ну, в любом случае, ситуация такая, что, с одной стороны, вот, поведение, да, я вам его сказал, а с другой стороны, это именно, вот, понимание своих желаний. То есть, вы говорите, я не хочу быть грубым. Ну, а если по-другому не получается выстить свои личные границы, то как? Что делать? Или вы не уверены в себе, может быть, до конца? Да. Если так, то это тоже важный момент. Ну, то есть, если вы не уверены, то в чем вы не уверены? Почему вы не уверены в себе? По какой причине вы сомневаетесь в себе? Ну, вот. Почему вас волнует обида друга? Ну, и понятно же, что волнует вас не он сам, не его обида, а то, что вам будет. То есть, последствия, которые будут вслед за его обидой. Вот. Понимаете? Так что, более спокойное, более выдержанное поведение вам нужно, вот, не вызывающее, не провоцирующее, просто спокойное, равнодушное во всех отношениях, кроме того, что для вас приемлемо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго.